Учительной секции сегодняшнего дня. Меня зовут Александр Волков, я исполнительный директор компании BeamCluster. Кратко представлюсь, довелось мне в этой рабочей жизни поработать именно в техническом заказчике, отработал этом 8 лет, и поэтому тема строительного контроля, тема использования данных с цифровой информационной модели на стройплощадке и те коллизии, которые с этим возникают, мне крайне близко. Поэтому надеюсь, что для вас доклады наших сегодняшних спикеров будут так же интересны, как и мне. Поэтому от слов к делу я предлагаю начать. Прежде всего, давайте посмотрим, как мы можем обрабатывать данные на стройплощадке, что мы используем в рамках строительного контроля. Первый у нас сегодняшний докладчик Андрей Александрович Бородкин, генеральный директор Техзора. Да, коллеги, добрый день. Вместо скучной презентации я попробую показать систему вживую. Прежде чем начнем, расскажу про наших заказчиков. У нас система используется у крупнейших застройщиков Российской Федерации. Это ФСК, ГАЛС, Картрос, МР Групп, Пионер. На знаковых таких объектах, как новая штаб-квартира Яндекса или небоскреб рядом с Московсити, Ай-Сити. Тоже наш объект. Сбер-Сити – это город в городе. Из местных застройщиков мы работаем с ТЭНом, мы работаем с Принципом. И сейчас в Екатеринбург тоже Картрос будем внедрять. В Москве уже давно взаимодействуем. Что, собственно, система из себя представляет? Это у нас облачное решение. То есть для пользователя мы можем как на обычный сайт зайти на Яндекс, точно так же можем зайти к нам в систему. Отдельно у нас сделаны мобильные приложения. То есть на любом устройстве, планшете, телефоне, iOS, Android – это все функционирует. У каждого пользователя есть свой логин, пароль. Сейчас мы введем верный. Вот. И посмотрим дальше, что происходит. Так, сейчас, секундочку. Понятно, на русском языке. Глобально наша система автоматизирует четыре направления ключевых. То есть она работает у нас, начиная с котлована – это операционный строительный контроль. Дальше мы переходим на работу с помещениями, приемка передачи помещений собственнику. И после этого уже окончательная фаза – гарантия и эксплуатация. Начнем именно с операционного строительного контроля. Объекты у нас могут быть большие вложены, то есть жилой комплекс, который может быть поделен на корпуса, корпуса на секции и так далее. И все, что я вам сейчас буду показывать, я иногда, может быть, в такой режим буду переключаться, надеюсь, видно. Это так, как система работает с мобильным устройством. Сейчас мы себя представим инженером строительного контроля, который выехал на объект, увидел нарушение, нам надо его зафиксировать. Вот, открыл устройство, например, мы приехали с вами на объект демонстрационный, пальцем по нему тыкнули. И дальше нас интересует вот эта синяя кнопка «Добавить». На реестре мы чуть-чуть попозже с вами остановимся. Нажимаем кнопочку «Добавить» и вылетает у нас форма, форма добавления нарушения. Чтобы виднее было, я уже переключусь в такой режим, но для понимания это все делается с мобильных устройств. Дальше идет описание нарушения. У нас уже сделан глоссарий типовых нарушений, видите, как Яндекс он подсказывает. И в зависимости от стадии на строительстве свой глоссарий типовых нарушений, на этапе приемки передач помещений свой. Это чтобы не мерз инженер строительного контроля, а когда холодно, ему вообще неохота ничего набирать, ему лишь бы быстрее в бытовку прийти. И вот это один из вариантов, когда мы классический ввод с клавиатуры. Второй вариант – это мы можем надиктовать голосом, это все дело превратится в текст. Соответственно, это все привязывается к виду работ. Вид работ гибких справочников под каждого застройщика делается свой. Далее выбирается срок устранения. Тут тоже, я думаю, все предельно понятно. Можно замечания сделать критическим. И немножко остановлюсь на основаниях. Мы раз в сутки обновляем нашу систему. СП-шки подтягиваются с официального источника. Если нужно, можно открыть там PDF и посмотреть СП, если инженер забыл. Если нарушение ГОСТа идет, можно просто написать ГОСТ или там нарушение проекта. То есть это не только справочник, но и просто текстовое поле поддерживает. Дальше самое интересное – это у нас локализация места нарушения. То есть где мы с вами находимся и физически куда идти подрядчику и устранять. Например, мы с вами на первом этаже. У нас подгрузился план. Мы его зуммируем обычно пальцами и, например, тыкаем вот сюда. И обратите внимание, у нас система сама определила строительные ось. Вот AS, BS, 1S, 2S. Сюда тыкнем DS, ES, 10S, 9S. Если у нас проблема идет с плитой перекрытия, можно перейти в такой пассевой режим и выбрать плиту перекрытия. Точно так же наименование сократится. На этапе приемки передачи помещений уже система понимает, что это за помещение, номер помещения, тип, вплоть до того вестибюль, тамбур, туалет и так далее. Это раньше у нас разметку делали специальные люди, сейчас это делает нейронная сеть. Мы только проверяем, насколько она корректно это все сделала. Далее. В зависимости от того, на каком объекте мы с вами находимся, на каком этаже и какой вид работ выбран, у нас система позволяет при помощи правил определять ответственного. То есть инженеру не надо думать, кто у него должен исправлять. Это особенно актуально на больших стройках. И далее у нас идет фотофиксация. Я здесь прикладываю. Понятно, это все делается в онлайн режиме. Так, сейчас у меня только мой мобильный интернет немножко прогрузится. Да, отдельно скажу, все работает в оффлайне. Нет интернета. Мы в подвале. Все это прекрасно функционирует без интернета. Можно там отметить, сохранить такие приятные фишечки. Дальше. Мы сохраняем с вами нарушение. Оно попадает в реестр нарушений. И у нас идет разветвление. То есть либо нам надо выдать документ, какое-нибудь предписание на устранение. Я сейчас покажу. Давайте в проверку зайдем. Можно экспортировать. У нас тут, правда, уже очень много нарушений за сегодня. Может быть, немножко долго это скачиваться будет. Потому что каждое фото он генерирует. Но суть очень простая. У нас есть шаблоны различные. Под каждого заказчика он будет свой. Вот у нас предписание сгенерировалось. И мы сейчас откроем, посмотрим. То есть это то, что раньше делали инженеры в ручном режиме. И система сделала буквально за пару секунд. Увеличу чуть-чуть. Вот предписание. Где мы с вами находимся, местоположение, точки, фото. Физически распечатали, выдали, отдали. И это будет работать. Но мы с вами к автоматизации стремимся. Поэтому в систему уже подключен субподрядчик. Он может делегировать на конкретных исполнителей. Ему придет пуш-уведомление. Уведомление на электронную почту. Он открыл, посмотрел. Нарушения есть? Есть, да. И это все дело берет в работу. После того, как он это устранил, у него есть кнопочка официальный ответ. Тут можно и откомментировать, и там спросить что-то. И такой, исправил. И прикрепляет уже фото. Было стало. Соответственно, такая вот функция. После этого он отправляет на проверки. Уже дальше это приходит создатель уведомления о том, что что-то изменилось. Он смотрит. Было стало. И дальше либо закрывает это все на устранено, либо отправляет к устранению. При этом мы храним всю историю изменений и нарушений. Можно посмотреть, как, кто, когда, что ее редактировал. Дальше мы перейдем с вами на реестр. Времени относительно мало, поэтому хочу самые интересные фишки показать. Реестр нарушений. Можно тут фильтровать, искать. То есть мусор, он это все найдет. Можно посмотреть по критичности. Критично, не критично. Просрочно, не просрочно. Также выгружать отдельные списки нарушений с изображениями и разбираться в бытовке. Перейдем мы с вами, когда уже вышли на работу по помещениям. Нам говорят, ребят, нужна шахматка. У нас есть вкладка помещения. И мы вот весь жилой комплекс. Сейчас чуть-чуть моя йота прогрузится. Мы весь жилой комплекс представляем в виде онлайн-шахматки. Сейчас посмотрю, почему. Такое бывает. И тут вот каждый этот кружочек представляет из себя помещение. В данном случае это апартаменты. У нас есть помимо апартаментов различные паркинги, кладовые помещения, технические помещения и так далее. Вот то, что закрашено внутри, это статус помещения. Он тоже гибкий. Под каждого застройщика делать свой. Есть индикаторы. Например, нас интересуют помещения, которые готовы к передаче собственнику. Нажали, он у нас отфильтровал, подсветил. Сейчас мы с вами пробежимся вообще, как работает инженер технического надзора. Можно в обычном операционном режиме создавать проверки, нарушения. Там можно карточку посмотреть помещение. Я сейчас покажу уже более современный способ работы по чек-листам. К сожалению, время не позволяет все это показать. Вот у нас есть чек-листы. И дальше у нас инженер приходит на какое-либо помещение. Вот так это выглядит с телефона. Пальцем он приходит. И вот, например, 85-е помещение пришел. У него отображается чек-лист, уже нужный чек-лист. И вот он приходит, проверяет. Ну вот здесь окна уже приняты, давайте что-нибудь в выходную дверь. Чек-лист определяет сам, какой нужен. То есть пришли инженерную систему принимать, будет нужный чек-лист. Пришли принимать, не знаю, кладовку или апартаменты. Или даже по отделке мы можем смотреть темная отделка или светлая. И тоже будет нужный чек-лист. И вот он приходит на двери, там все хорошо, это хорошо. А вот здесь, например, тоже хорошо. А вот тут плохо. Регулировка двери требуется. И он в рамках этого пункта создает нарушение по нашей уже известной схеме. Ну я вот так вот сделаю, чтобы было нарушение. Здесь у меня заготовлено там окно, по-моему, треснул стеклопакет, привязывается. Ну будем представлять, что окно это дверь, неважно, суть, я думаю, понятна. И уже сразу нарушение привязывается, помимо того, что к апартаментам, потом привязалось к внутренним приемкам и к нужному чек-листу. И самое интересное, что мы можем посмотреть, например, а нас вообще интересует, вот, а где у нас эти двери не приняты, там, или окна не приняты. И сейчас я покажу, как это можно сделать. То есть выбирается чек-лист, например, не принято. Он нас подсвечит везде, где есть непринятые категории. И дальше выбираем категории, например, окна, да. Вот, пожалуйста, у нас все непринятые окна по всему жилому комплексу. Понятно, что у нас там есть статистика, есть статистика по объектам, по подрядчикам. И можно посмотреть про срок, все остальное. Я думаю, что у меня время заканчивается, да. Давайте, может быть, вопросы, если есть, с удовольствием отвечу. Или есть еще немножко. Могу? Еще можете пару минут. Давайте, тогда еще покажем функционал. Как вообще проходит... Так, сейчас я покажу. Вот само помещение и какие у него циклы есть. То есть мы пришли в помещение, есть различные статусы. Статусы, опять же, повторюсь, гибкие. Сейчас я обнулю. Там передано без замечаний. Вот такое. Не осмотрена она изначально. И мы нажимаем кнопочку добавить. Это у нас создается нарушение в рамках проверки. То есть просто это у нас генподряд может внутренний контроль делать. Там выявлено нарушение, статус поменялся. Потом у нас уже идет внутренняя приемка. Видите, поменялась стадия. Это внутренний контроль качества. У всех по разу называется там клиентский сервис, еще что-то. То есть тут создается уже нарушение в рамках внутренней приемки. То есть были просто проверки генподрядчикам. Потом внутренняя приемка, может быть, это финальная какая-то была. Затем, в итоге, когда мы это все дело устранили, у нас есть статус «Готово к передаче». Нажимаем «Добавить» и уже идет «Передача собственнику». Так, сейчас я добавлю собственника какого-нибудь. Так мы обычно сероемок схватаем, у нас сделано API, интегрируемся со всем и вся. Выбираем, какой собственник пришел, выбирается его решение, например, принято замечаниями. И делается скан этого документа. Либо документ сам отсюда из техзора печатается и потом подписывается. И в рамках приемки передачи создаются нарушения от собственника. У нас с многими компаниями, вот, например, с ФСК, мы эти нарушения от собственника, мы передаем в личный кабинет собственника. И вот видите, у нас были проверки, внутренние приемки, есть передача собственника. В рамках передачи собственника точно так же идут различные нарушения. Потом она устраняется и далее уже это все переходит на гарантию. Вот перед, например, замечанием, без замечаний, на гарантию оно ушло. Здесь уже еще добавить. Опять же, здесь либо прогрессивный метод, либо консервативный. Консервативный, если на бумаге собственник принес заявление, он прикрепляет скан этого заявления и по нашему общему принципу добавляет эти нарушения. Более прогрессивный вариант, это когда мы с мобильных приложений, либо через сайт собственник заходит и оставляет заявление по гарантии через определенные ресурсы. И мы, видите, храним всю историю, всю информацию. То есть были проверки, внутренний прием к передаче собственнику и гарантийные заявления. Это также у нас в отдельном разделе все отрабатывается. То есть весь жизненный цикл объекта, начиная от котлована, заканчивая гарантией, эксплуатацией, система позволяет закрывать. Ну и вот на какую-нибудь статистику откроем, покажу какую-нибудь, не знаю, по подрядчику любую. Мы тоже делим на разные стадии, вот строительство, приемка, гарантия. Откроем какой-нибудь подрядчика, вот здесь можно пофамильно посмотреть. И вот видим, что у него два нарушения просроченных. Можно на него перейти и посмотреть это все дело в реестре. Есть у меня минутка последняя. Давайте я покажу еще вот, что они в бытовку с собой берут. Какой-нибудь мусор сделаем. 39 нарушений, экспортируем список нарушений какой-нибудь с изображениями. Это то, что печатают и разбираются. Вот, сейчас у нас дегенерирует, сгенерировало. Давайте глянем. Так, сейчас посмотрим. И вот у нас получается печатная форма. Если присмотритесь, то здесь вот это описание у нас и первая фотография есть. То есть достаточно им распечатать и разобрать. По ценовой политике тогда быстренько остановлюсь и будем заканчивать. Как вообще происходит внедрение. Вот, я сразу отмечу, что все вот эти планы, этажи, чертежи, внедрения, это все занимается мы. Мы полностью сопровождаем и даем уже рабочую систему. Не так, что бросили на самотек. И мы, у нас тарифная политика зависит от квадратных метров. То есть мы не продаем лицензии, не ограничиваем количество пользователей. Нам чем больше пользователей, тем лучше. Мы отталкиваемся от квадратуры. Ну, тут большая тарифная сетка. В среднем, так прикидывайте, что 1 рубль за 1 квадратный метр в месяц. При этом ничего не ограничиваем. Система полностью российского производства. То есть мы сами разработчики, находимся в Перми, отечественном софте, работаем с государством. Все стройки Пермского края в системе находятся. И вот Московская область тоже сейчас полностью внедряется в техзор. Все проверки проходим, никуда мы не денемся. Система экономически эффективна. Ну, наши заказчики, я думаю, подтвердят. И сейчас у нас, я похвастаюсь, все-таки это достижение, все наши пилоты, 100% наших пилотов перешли в фазу масштабирования. Поэтому нам главное продемонстрировать, отпилотировать, и уже с техзором сложно будет отказаться. Андрей Александрович, спасибо. Спасибо. Коллеги, есть какие-то вопросы по текущей системе? У меня, наверное, будет к вам один вопрос, раз вопросов нет. То, что в систему у вас заведено, по сути, планы, по данным из моделей работаете? То есть я увидел маркабы поверх PDF. Как они отправляются на устранение проектировщику, если есть какие-то грехи именно при разработке документации? Да, по BIM у нас, конечно, много было задачи от Пионера и от ФСК, но в связи с тем, что вообще непонятная ситуация с BIM, вот у вас тут Тимофей выступал несколько днями ранее. Мы с ним плотно взаимодействуем. Нам по BIM пока сказали немножко притормозить, а так, конечно, мы из BIM 360 хотели забирать документацию, актуализировать, но на текущий момент это все происходит в таком полуручном режиме. Создается отдельная папочка на облаке, у нас есть скрипт, он смотрит, была ли актуализация документации, было ли какое-то изменение, и наша техническая поддержка, если есть, тогда уже актуализирует документацию. А так, у нас есть открытый план разработки, мы до конца года еще делаем приемочный контроль, план график строительства, в будущем году это, конечно, BIM, потом ИД, исполнительная документация, обязательно у нас по госконтракту должна быть, и облачное хранилище рабочей документации с версионностью и автономностью, чтобы любой чертеж в любом подвале мог открыть актуальный инженер. Вот это у нас запланировано, можно за нами следить в онлайне, как мы наши сроки соблюдаем, слава богу, сейчас система выстроена так, что как часы работают. Спасибо. Давайте поблагодарим спикера. Спасибо. В любом случае, ни одна работа настройки с данными, будь то трехмерные данные модели, будь то плоская какая-то интерпретация в виде чертежей, она, по сути, невозможна, если как-то не идентифицировать те или иные объекты. Для того, чтобы их идентифицировать, применяется система классификаторов и классификаций. Поэтому следующим нашим спикером будет Беленький Илья Алексеевич, генеральный директор, системный администратор Synergy Systems, расскажет нам о системе классификаций. Спасибо. Илья, я сразу сориентирую, давай в районе 15 минут, плюс-минус вопросы. Да, всем добрый день. Сначала хотелось немножко сказать о нашем опыте, чтобы было понятней то, чем мы занимаемся. Synergy Systems занимается BIM-технологиями с достаточно давнего времени, с 2012 года мы начали активно развиваться. Основной наш рынок — это рынок США, где мы уже очень много лет работаем с классификацией. Мы ведем контроль проектировщиков, строительства и вывод всего этого в эксплуатацию именно благодаря тому, что на самых начальных этапах мы внедряем классификаторы во все наши модели. И это позволяет нам использовать гораздо больше BIM-кейсов, BIM-users, которые эффективно нашим заказчикам помогают. И здесь очень важный момент, что если мы берем весь жизненный цикл объекта, то строительство и проектирование — это всего лишь 15% от затрат на объект. Основная часть — это именно эксплуатация. Поэтому введение классификаторов на этапе проектирования и строительства очень сильно сокращают и упрощают процессы на последующих этапах. И сейчас хотелось бы немножко уйти в теорию. Я надеюсь, постараюсь максимально просто это объяснить, хотя тема на самом деле достаточно сложная. Весь жизненный цикл BIM — это достаточно сложный процесс взаимодействия различных участников и подрядчиков. Им нужен единый общий язык, который позволит им более-менее понимать друг друга. Таким языком уже давно в мире были признаны классификаторы. Они развивались еще задолго до того, как появился BIM. Первые классификаторы появились еще в 60-х годах. Они развивались, я не буду сейчас останавливаться детально, опять же, чтобы немножко сократить время. Развивались постепенно в разных странах, имея под собой примерно одни и те же принципы и понимания. И в какой-то момент устаканились в несколько ISO. Основной из них — ISO 1206, на котором основаны почти все мировые классификаторы. Потом мы немножко к этой теме еще вернемся. Соответственно, классификатор — это совокупность таблиц, каждый из которых отвечает своим потребностям. И здесь очень важно понимать, что каждый классификатор отвечает за какую-то свою BIM-задачу, если мы привязываем это непосредственно к BIM. Есть основные процессы, которые нам позволяют. То есть мы можем привязывать к строительным процессам, что позволит нам в дальнейшем осмечивать наш объект и как-то его контролировать. Классификаторов достаточно много. Вот здесь примерно сравнительная таблица, но с левой стороны у нас идет ISO 1206 и его таблицы. И большинство классификаторов плюс-минус ему следует. Также есть ISO 81346. Это классификатор, пришедший из машиностроения, на основе которого также есть ряд классификаторов. И КСИ, который у нас в России сейчас используется, как раз основан частично на ISO 81346. К этому мы чуть позже еще вернемся. Соответственно, любой ISO имеет свою структуру, и на основе этой структуры уже создаются различные классификаторы. Если классификаторы созданы на основе одного и того же ISO, они без проблем мапируются и могут быть использованы в разных странах, в разных компаниях, без проблем работая с этим. Сейчас мы разберем основные таблицы, которые есть в классификаторах. Они есть как в КСИ, так и в американских, в английских стандартах и так далее. Первый – это строительные элементы. Это юниформат общепринтера, который все знают. Соответственно, который позволяет нам укрупненно просчитывать стоимость объекта и понимать то, какие элементы в каких системах здания находятся. Также есть таблицы классификаторов «Мастер-формат», которые позволяют отслеживать виды работ. И непосредственно тот умникласс, о котором все говорят, – это сами элементы здания. Соответственно, классификация на основе 8346 имеет в своей структуре основное отличие. Это то, что таблица как раз строительных элементов разбита на несколько частей. Это три отдельные таблицы. Вот тут они как раз видны сбоку. Не знаю, видно ли. Ладно. Вот. Что в свою очередь создает некоторую сложность в категоризации этого элемента и больше превращает наш классификатор в идентификатор. Это также отражено в самом ISO, который непосредственно говорит, что используя классификаторы по 81346, вы должны дополнительно сослаться на 12006. Вот. Опять же, основная структура классификатора создана именно для того, чтобы мы каталогизировали здание и могли работать с каждым элементом по одним и тем же принципам. Задавая классификатор, мы можем понять, какие параметры должны быть для этого элемента, как он будет существовать в процессе, какие с ним манипуляции могут производиться либо не производиться. Вот. Дальше мы видим как раз мастер-формат. Это классификатор, который в Штатах используется в основном для осмечивания. У нас максимально близкий к нему это, наверное, КСР. Вот. Тоже построено плюс-минус в таких же принципах, который позволяет нам увидеть все виды работ и материалов, которые нам необходимы в здании. Как пример с КВАЗного проникновения классификаторов, в Штатах есть отдельный сайт, SWITS каталог. В котором каждый производитель выкладывает свои материалы как раз по классификатору. Вы можете вбить номер классификатора и увидеть всех поставщиков данного оборудования, материалов, работ, которые будут в вашем регионе, и сразу их проанализировать. И это все, опять же, на основе единой структуры. Вот. ISO 12.06. Опять же, основные наши три таблицы. 21, 23, 23 таблицы уми-класса, которые позволяют нам 100% идентифицировать наш объект в его основных характеристиках, свойствах и материалах. То есть то, что нам непосредственно нужно понимать. Остальные характеристики, аспекты местоположения и все прочее являются уже атрибутами этих элементов. Опять же, как я уже сказал ранее, что ISO 8346 – это больше классификатор идентификации. Он достаточно сложный, фасетный, который позволяет нам по одной строке узнать абсолютно все об элементе. Но это достаточно сложно для человека понимать, читать данные параметры. И он используется, на мой взгляд, гораздо менее эффективно, чем на основе 12.06. Классификаторы имеют свою структуру, то есть они не заполняются в конце проектирования, то, что очень часто происходит. Они имеют процесс, который непосредственно от начала проектирования, от самой концепции заполняется постепенно. И сейчас хотелось бы перейти, немножко ускорю здесь, непосредственно к разбору нашего российского КСИ и его совместной работе с СП-33. Мы совместно с Министерством Новосибирской области и УКСом проработали несколько проектов, в которых опробировали возможность использования КСИ на объекте и мапирование всех параметров на основе СП-33, которые сейчас регламентируются, потому что это оказалось достаточно сложно. Анализируя все эти моменты, мы заметили, что внутри СП есть свой классификатор, который не соответствует КСИ, и из-за этого возникает множество сложностей по определению набора атрибутов, которые должны быть у конкретного элемента. Дополнительно увидели, что КСИ, как я уже ранее сказал, основан на 8946, и ряд таблиц не совсем валидны в том виде работ, которые мы пытаемся сейчас создать. из-за этого возникает сложность, что ряд таблиц начинает пересекаться, у нас либо появляются дубликаты классификаторов, либо, например, какие-то классификаторы, наоборот, начинают разъединяться, и это остается невозможно стопроцентно определить единую категорию, их классификатор, к которому будет относиться данный элемент. После этого попытались связать их, и, как вот здесь видно, мы понимаем, что у нас… Прошу прощения, вот так пересяду, мне немножко плохо видно. Вот. Можем как раз увидеть, что некоторые таблицы начинают коллизировать между собой, и различные параметры начинают дублироваться либо выделяться. При каталогизации и использовании классификаторов мы не можем иметь две сущности, означающих одно и то же, но называем их по-разному. И здесь это тоже стало достаточно большой проблемой в том, что связать КСИ и СП было достаточно трудоемко. И здесь как раз пример, что у нас есть в характеристике трубопроводов параметр скорость в метрах в секунду, и в характеристике роутера тоже есть скорость, но в мегабитах в секунду. Соответственно, внутри системы эти параметры должны были существовать как один, но с разной лицей измерения. Соответственно, они должны быть разделены. Это такой большой момент корректировки КРАССП и корректировки классификатора для того, чтобы их совместное взаимодействие действительно помогало работе, а не усложняло ее. Потому что это прекрасные документы, которые как первая основа могут существовать, но должны быть несколько доработаны. вот, соответственно, так же дополнительно бывают моменты, что ряд характеристик, которые СП требует, не имеет физической сущности. Например, как характеристики бетона, которые абсолютно непонятно к чему прикреплять. Есть отдельные элементы, у них есть материал, но материал не физическая сущность. И это вызывает ряд сложностей и проблем, которые заставляют нас создавать дополнительные сторонние базы данных, которые также должны быть переданы заказчику, экспертизе, чтобы они могли это отследить и проверить. Для того, чтобы все это как-то свести, нам пришлось создать сначала каталог полностью всех параметров по СП-33, который не дублировал ни один из параметров. Это достаточно большая работа, которая определяет, что за параметр, где будет находиться, с какими характеристиками. После этого мы произвели мапирование классификатора, внутреннего классификатора внутри СП-33 с теми параметрами, которые должны быть для него признаны. Автоматически заполняя классификатор внутри модели, мы прогоняем плагины, которые назначают этим элементам необходимый набор атрибутов, который должен быть передан. В итоге на маленьком объекте порядка 100 квадратных метров у нас получалось более 150 классификаторов и больше, если не ошибаюсь, 200 параметров, которые в сложной матрице пересекались. Все эти матрицы были переданы проектировщикам, которые в течение месяца порядка их заполняли, так как объем информации, который нужно было воссоздать, он колоссален, и проектировщик ни разу всю эту информацию никуда не передавал. Она определялась на этапе рабочей документации, что-то определилось на стройке, но мы попытались воссоздать именно процесс, как он зарегламентирован сейчас нормами. И по итогу, что бы хотелось сказать именно непосредственно про классификатор КСИ и СП-333. Это два хороших документа, которые действительно идут в правильном направлении, но требуют небольших корректировок. Мы прекрасно понимаем, что они были написаны в разное время, разными командами, но если все-таки конструктивно подойти к этому, при небольшой корректировке СП и КСИ, они действительно помогут всем проектировщикам-разработчикам и смогут вывести на абсолютно новую ступень уже BIM-индустрию и классификацию в России. Спасибо. Спасибо, Илья. Классно, красиво, но ничего не понятно, да? Есть вопросы? Пожалуйста. Да, коллеги, здравствуйте. Вопрос такой, вот в связи с тезисом, который в конце прозвучал. Если честно, вот я не очень верю в СП-333 и в общий классификатор отраслевой, вот может быть вы меня переведите. Дело в том, что классификатор имеет смысл, если понятно на сценарий его использования. Если просто на одном из последних проектов случился такой случай, когда модели не принимают, потому что не заполнен классификатор. Начинаем выяснять, классификатор состоит из полторы тысячи позиций. Я спрашиваю, как он используется? Никак. Ну просто заполняем классификатор, потому что вроде как это принято в БИМе. И поэтому пока не сформулированы сценарии использования общие для всех игроков и не имеют смысла общие классификаторы. И второй момент, даже если сценарии использования сформулированы, то они как правило формулируются в рамках организации. И тогда уже вводится понятие корпоративного классификатора, а не чего-то общего. Потому что я вот, глядя на SP333, не могу ответить себе на вопрос, а зачем я вообще буду заполнять эти характеристики и требовать их от подрядчика своего, если я их никак не использую? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, это вот такую больную тему сейчас подняли. Как я вначале сказал, действительно, классификатор без бим-юзов, то есть без конкретных кейсов, он бесполезен. Когда мы начинали писать стандарты, помогали различным организациям, и они говорят, мы хотим классификатор, первое, что я знаю, зачем? Вот конкретно, что вы хотите решить данным классификатором? И если мы возьмем KSI, я знаю только одна таблица, зачем она нужна. Это таблица номер 16, это аналог, соответственно, омникласса и там отрицей таблицы 12.06. Я понимаю, что с ней можно делать. То есть это таблица, которая позволит нам контролировать атрибутивное насыщение и передачу информации между различными циклами издания. И мы ее использовали. Остальные таблицы классификации мы посмотрели, что-то заполнили, но реальных BIM-кейсов мы не можем себе представить. Соответственно, если говорить про зарубежный опыт, опять же, таблицы классификации – это огромное количество таблиц, то есть там у мниклассов 20 с лишним штук, но используются реально только три. Вот почти всеми заказчиками. Под каждую эту таблицу есть конкретный BIM-кейс, который они делают, и они понимают, зачем мы это заполняем. Поэтому действительно, если индустрия не перейдет на какое-то понимание, что мы заполняем это для чего-то конкретного, заполнять никто не сможет. Плюс у нас сейчас есть большая проблема, то что классификатор не интегрирован в процесс проектирования. Чаще всего в проектировке все спроектировали, закончили, а вот теперь садимся заполнять классификаторы. И начинается. А что, а почему, зачем и куда? В реальности, в своей работе, в работе с нашими заказчиками, мы интегрируем классификатор внутрь процесса. То есть мы делим модель на системы по классификатору, мы материалы заполняем по классификатору, мы характеризуем элементы, их название по классификатору. Соответственно, нам не приходится прикладывать дополнительных усилий, чтобы его заполнить. Для нас это становится просто обыденностью. У меня специалисты уже не понимают, как создать модель, не используя классификатор, потому что они пронизывают всю структуру работы. И если это будет, это будет действительно замечательно, потому что теперь я могу взять любой из десятка объектов, и я буду точно знать, что в нем и где. Буду знать, как разделена эта модель на системы, буду знать, что это за элемент, где он стоит и что у него за материал. И мои заказчики, объединяя у себя в системе сотни тысяч моделей, уверены, что они работают по одним и тем же принципам. Это сделано только ради этого. Но если вы не можете это использовать, и вы не понимаете, зачем вы это используете, конечно, это становится рудиментом и только дополнительной нагрузкой. Спасибо. К сожалению, у нас сейчас в градостроительном законодательстве все-таки закоплено обязательство заполнения параметров по КСИ, но я все-таки до сих пор искренне уверен, что это задача непосредственно вендора разрабатывать, а не проектировщиков, которые сидят и заполняют данные классификаторы. Это во-первых. А вендор для этого никаких усилий на текущий момент еще не приложил. И я услышал, Илья, в твоем докладе, что в рамках пилота вы непосредственно заполняли классификатор и потом уже на основании этого классификатора подтягивали необходимую атрибутику. Почему не пробовали способ наоборот? То есть изначально задав необходимые параметры в сущности информационной модели, чтобы классификатор притягивался по алгоритму, исходя из описания этих сущностей. Здесь, по сути, ты говоришь про то, что мы из множества получаем что-то единичное. Мы идем от другого принципа. То есть так как мы задаем классификатор на этапе еще, когда мы не знаем ничего об объекте, мы поставили условно насос, дали ему классификатор насоса, у него тут же появилось количество атрибутов, которые ему необходимы для заполнения. Проектировщик сразу знает, чтобы этот насос дальше использовался, я должен заполнить вот эти 10 пунктов. Потом строитель видит, я вот эти 10 пунктов должен заполнить, а я вот эти 10 пунктов. И мы по одной характеристике получаем множество, которое нам необходимо дальше в использовании. Если мы идем в обратную сторону, то для готовых проектов, которые уже созданы, это прекрасно работает. Да, ты просто, ну, фактически заполнишь классификатор ради классификатора. Но если мы пытаемся прийти к полноценной структуре, что классификатор нам помогает, то тогда вот должно быть все-таки, на мой взгляд, несколько по-другому. Спасибо. Поблагодарим спикера. Да, спасибо. Давайте продолжим нашу сегодняшнюю секцию. Петр Юрьевич Сычев, заместитель руководителя департамента автоматизации производства компании IBS. Я так понял, что поделитесь теми проблемами, которые вы сталкиваетесь на стройплощадке, потому что стройка у нас не ограничивается жилым строительством, как мы слышали в первом докладе, мы затрагиваем еще и промышленность, поэтому очень интересно послушать, как у нас дела в промке. Да, кликер. Можно еще? Спасибо. Добрый день, коллеги. Вы знаете, я немного, побывав здесь на конференции, немного перестроил доклад, и обязательно мы про проблематику эту расскажем. Реально, занимаясь автоматизацией именно строительного процесса, с 2010 года в 2000 начал с автоматизации эксплуатации и ремонтов. И вот хотел к предыдущему спикеру сказать по поводу очень важная тема, это функциональные системы. И у нас есть реальный кейс эффектов информационной модели для эксплуатантов. То есть это все не какая-то теория и так далее, но вопрос зрелости, скажем так, и насыщенности этой информационной модели. Я как будущий ремонтник, будущий BIM-евангелистом сделал модель, которая загрузилась в эксплуатационную и посчитала ее надежность. Я хочу сказать, что это все очень важные вещи. К следующему, что хотелось бы, какой эффект от своего выступления я хотел бы вам донести. Вы находитесь сегодня третий день на конференции, и было бы очень здорово, какая-то была бы польза. То есть мы вам все рассказываем про BIM, про TEAM, про классы и так далее. А мы с вами сейчас вот все пойдем домой на работу и вернемся к нашей четкой конкретной реальности, для кого мы это все делаем, для кого мы проектируем. Это реальные земные наши строители, которые имеют разный уровень зрелости. Промышленное строительство, я вам хочу сказать, что и на площадке отстает от гражданского. Это факт с точки зрения развитости и зрелости. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы как цифровизаторы, как пассионари, потому что неактивные люди сюда прийти не могут. Мне бы очень хотелось, чтобы вы внутри выстроили подход, как можно прийти и эту технологию освоить у разного уровня зрелости заказчика. Поэтому вот цель своего доклада, и обязательно я расскажу про проблему. Ну, не все, но... Так, ну вот типовые проблемы. Интересные проблемы у нас есть с планированием инвестиционного проекта. Мы затрагиваем полностью полный цикл инвестиционного плана. Сейчас таймер включу себе. Вот. И тут очень важно контролировать сквозной процесс, сквозной график выполнения работ. От инициации до ввода в эксплуатацию. Мы видим, многие компании купили календарное сетевое планирование. Примы, проекты и так далее. Он живет своей жизнью. Транзакционные системы, жизнь своей. То есть вот этой связи, то есть не является инструментом управления строительным процессом. Вот. Анализ отклонений нельзя провести. Нету интеграции плана стройки, закупки, финансирования, учета бухгалтерского. Вот банальные, простые, сквозные вещи. Отсутствуют единые инсы. Ключевая тема, о которой мы сейчас с вами говорили. Нам даже пришлось сделать роботов. И разработали уже кучу классификаторов, которые объединяют классификаторы проектировщиков, закупщиков и эксплуатантов. Потому что без этого сквозной процесс не строится. И вот также важно по поводу инсы, это стандартизация. Мы с вами говорим про BIM. Но важно очень стандартизировать и строительный процесс. То есть мы из ремонта в стройку несем наши технологические карты. Без них правильно сформировать потребность в ресурсах, проконтролировать технологию без стандартизации очень сложно. Поэтому очень важно в эту часть внести. Регламентация и взаимодействие. Нету сквозного процесса. Есть функциональные колодцы у заказчиков, у исполнителей в самой стройке. Вот нету сквозного ракурса. Для чего мы делаем? Закупают, экономят 3 копейки, 3 рубля, задерживают закупочный процесс на 2 месяца и теряют за 2 недели 20 миллионов долларов с задержкой ввода в эксплуатацию. Понимаете, никто не отслеживает, зачем это все делается, для чего. И поэтому очень важно эти процессы, скажем так, видеть. Вот управление строительно-монтажными работами, это вообще блок, который нам пришлось отдельно автоматизировать и дойти до дна, до конкретной площадки. Потому что сейчас вся эта цифра очень хорошо в проектировании. Мы видели с вами в первой части наших прекрасных BIM-евангелистов. Они создают ошеломительную информационную модель. Но она приходит к Василию Валерьяновичу, у которого на столе даже компьютера нет, да, приходит в виде двухмерного чертежа, на который он дальше строит. Это такая реальность, понимаете. Поэтому вот нам бы хотелось, чтобы мы автоматизировали Василия Валерьяновича на площадке, выстроили вот этот информационный поток, и тогда это все взлетает. Поэтому и у Василия Валерьяновича на стройке тоже очень много проблем. Директивные сроки не управляют экономикой строительства. То есть почему много подрядных организаций, мы смотрели статистику, все на глаз управляют строительными процессами внизу. Поэтому они, извините, очень быстро банкротятся. Поэтому управление требованием, отдельная песня. Когда заказчик в процессе реализации меняет требования, ну вы все об этом слышали. Так вот, статистика наша пока 50% отклонений бюджетов инвестиционных лежит в ракурсе управления требованием изменениями. Вот, исходя из этого, хотелось бы предложить следующие этапы развития. Как вам стоит подходить к вашему автоматизации? Это сделать первый этап базовой автоматизации. Я не говорю цифра. Цифра меняет поток. Люди, давайте автоматизируем именно сквозные процессы, единые справочники, базовый уровень автоматизации сквозного взаимодействия. После него на втором этапе можно применять, делать мэппинг наших классов, там тех же справочников и вводить туда интеграцию с информационной моделью, моделировать технологический процесс. Но нет сквозных процессов, эта модель превращается в красивую картинку. Поэтому идем последовательно. Сделали, культуру поменяли, потому что если вы сразу приходите к заказчику с красивой моделью, он говорит, здорово, да, у моего соседа тоже есть, давай нарисуй мне ее. Он будет в бане, конечно, хвастаться, но бизнес-эффекта, вэлью какого-то пользы она не принесет. Поэтому вот, ну а третий этап, это VR-ы, дроны наши, роботы об этом вначале говорили, но это такой космос, извините, в реальности. Вот, а теперь хотелось бы сказать, из чего должен состоять джентльменский набор базовой автоматизации. То есть, чтобы вам начать с чего, что должно быть. Но это система календарной сетевопланирования, модуль, система, как угодно, система управления инженерными данными. Это там, где мы храним, это единый источник проектно-сметной документации правды для всех. Видите, обратите внимание, это везде связи и интеграции, скажем так. Система управления строительным проектом, это где наша работа, с вами дирекция капитального строительства, проектный офис, где угодно. Где у нас с вами интегрироваться должны заказы на закупку материалов, оборудования, пиры, строительно-монтажные работы. Обратите внимание на стрелку с левой стороны, учетные и обеспечивающие системы. Вот это очень важная вещь, чтобы все документы или результаты операций всех, которые у нас выполняются в проектном офисе, были основанием для формирования первичных документов для наших дорогих бухгалтеров. Для этих людей, которые являются людьми государства, но находятся в нашем контуре компании, обязательно все любые должны заполняться первичными документами. Иначе система разойдется, бухгалтерия будет своей жизнью жить, стройка и площадка будут своей жизнью. И внизу, обратите внимание, система управления строительно-монтажными работами на площадке. Вот это тот уровень, который сейчас очень трудный. Он самый трудный. Мы приходим, через две недели еду в Лабытнанге. Там конкретные люди, и у них именно проблемы с автоматизацией на площадке, потому что именно там основные потери, где расход ресурсов идет. Поэтому нужно там стандартизировать, планировать деятельностью, их развивать, тогда сквозной процесс у вас работает. Вот, с левой стороны портал подрядчика, субподрядчика. Вы сегодня говорили про эко-среду, очень важная вещь. И в рамках просто базовой автоматизации уже нужно закладывать цепочки взаимодействия с подрядными организациями. То есть вы их должны учить, чтобы они работали, создали среду, принципы и правила, они будут расширяться, и тогда можно будет перейти к следующему шагу. Ну вот, наверное, ключевые вещи, наверное, вот здесь, наверное, в этом достаточно. Ну, на втором этапе уже можно приходить к цифровому активу. Да, единая НЦИ, да, проверка модели на соответствие классификаторам, да, формирование ведомости объемов работы из информационной, моделирование технологического процесса, закупка. Мы научились через информационную модель даже связывать закупочные спецификации, календарный график автоматически, потому что синхронизация закупки и стройки, обратная синхронизация сроков может обеспечить на быть стройкой. Очень важно, 30% потери на стройке из-за отсутствия этой синхронизации. Ну и, естественно, передача данных из модели. Каждый из этих вот интеграционных механизмов у нас отработан, я могу отдельно на разных проектах вам показать. Вот, вот эта вот архитектура, к ней можно перейти после того, как вы сделали базовую. Вот, какие эффекты, это все не цифры, мы сделали усредненные вещи. У некоторых заказчиков они еще даже были больше, особенно там на материалах. Вот, утром сегодня Игорь Рогачев с РЖД рассказывал, не буду говорить цифры, но хочу сказать, что колоссальнейшие эффекты, которые в несколько раз, даже я думаю, что на два порядка, перепрыгнули. Трудозатраты на наш проект, сколько было эффектов, на материалы. За счет единых справочников и остатки, и перераспределения, и неликвиды. Трудозатраты ЭТР, за счет синхронизации, просто рационального использования, стандартизации, нормирования, легко, это минимальные цифры. По машинам механизмов мы доходили до 35% за счет автоматизации. Вот, правильных связи календарных графиков машин, путевых листов, GPS-ов, и увязка это все со сметными лимитами до 35% доходило. Правда, также 30% водителей, как это называется, ротацию делали, ротация кадров, скажу так, ладно. Вот, ну и в целом рентабельность 10%, ну это так, скажем так, скромно, но это вот реальные такие цифры, за которые мы готовы ответить, скажем так. Вот это основные эффекты, я дальше в рамках текущего доклада не могу показать все наши решения, которые есть, но просто прокликаю. Мы сделали для базовой автоматизации решения на 1С, которые инсталируются в 6 секунд на существующую ERP-систему, где полный цикл автоматизации строительно-монтажных работ использует одни и те же объекты ERP, одни и те же документы. Что здесь очень важно, я думаю, что чего очень, это вот формирование потребностей в ресурсах, персонале, материалах, мы используем нормативы. То есть, если нет нормативов, мы их создаем с вами через факт, и тем самым у нас повышается, очень сильно повышается качество планирования. И самый главный отчет, отчет по экономике строительства 12-й, вот это отчет, который спасает наших подрядчиков, заказчиков от нерентабельного выполнения. То есть, мы сравниваем сметные ограничения, которые к нам пришли, плановую себестоимость ресурсов, причем отслеживаем ее и сравним их с фактом в онлайн-режиме причем. В еженедельной основе фиксируем факт, в еженедельной основе фиксируем отклонения и управляем экономикой. Это важнейший отчет. Все, что мы с вами делаем, все, что мы сейчас тут говорили, классы и так далее, все ради вот этого отчета по экономике, чтобы мы понимали, какой экономический результат у нас с вами есть. Ну, дальше, то, что мы интегрируемся с ERP-системой, с бюджетным процессом, с календарностью, это основные потоки, что это все из конкретных решений. С чего начинать, как мы подходим, это же надо все обосновывать, поэтому у нас выработан подход анализа деятельности, формирование вот этих вот информационных разрывов и потерь, которые есть у заказчика. Поэтому мы проводим весь сквозной процесс, показываем потери и показываем, как из них уходить. Есть целевая процессная модель со всеми участниками, делаем такие вот карты и показываем отклонения. Формируем требования, архитектуру, правильную, скажем тогда, со всеми потоками и запускаем, скажем так, ее в конкретную жизнь. Обратите внимание, это вот типовая дорожная карта, которую мы для нескольких компаний уже сделали в начале, наши были референсные. Видите, выстраивание взаимодействия. Выстроите сначала, а параллельно внутри отрабатывайте инструмент, бим-тим, формируйте основу, но не начинайте, когда у вас нет базы. Вот. Ну и защита дорожной карты. Обязательно нужно защитить бюджет. В этом деле мы специализируемся, перейти к собственнику и сказать, смотрите, вы потеряете столько, чтобы их устранить, нужны такие-то затраты, а вот смотрите, такие-то эффекты. Показав вот эту вот карту, я вам хочу сказать, с финансированием и с открытием вашего проекта вопрос не будет. Спасибо. Вопросы. Спасибо большое. Пожалуйста, Василий. Можно микрофон, я думаю, там оставить. Да, 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 да. Тоже евангелист из промышленного предприятия, да. Петр, у меня всегда короткий провокационный вопрос. Если предположить, что первый этап выстраивания сквозного процесса управления данными выполнен на все 100%, не получится ли так, что этап номер 2 и 3 утратят свою актуальность и бюджет не нужен? Ну, Василий. Ладно, ты хочешь, повторите, ты хочешь поднять значимость Тима? Нет, конечно. Нет, конечно. То есть, когда мы с вами выстроим эту базовую автоматизацию, если нет информационной модели физику, кулинарный график, это все, оно пока идет, как сейчас вручную, но автоматизируется. Когда мы приносим BIM, естественно, как мы сегодня говорили с вами, и коллизии уйдут, и физика автоматически будет связана. То есть, оно добавляет, должна быть синергия. А когда мы просто устранили междисциплинарные коллизии и отдали PDF-ку на стройку, ну, она через неделю уже никому не нужна, скажем так. Вот, а когда она в онлайне, и любые корректировки через информационную модель, вы знаете, и в базовой автоматизации очень трудно, самый сложный для нас процесс – корректировки. Так вот, через информационную модель очень легко. Проект поменялся, физика пересчиталась, мы понимаем, какие сметы поменялись, календарный график. А представляете, когда у вас 5000 строк, треть проекта прошла, и приходит новая смета на 5000 строк. И вот сметчик сидит, а у него уже две КС-ки, закрытые заказчиком. Представляете, какой это спорт? Соединить 5000 строк, вычленить тот физический объем, который был – это все очень... И поэтому без информационной модели трудно, поэтому, ну, выстроив ее, надо пройти этот шаг. И еще вторая часть – культурная. Все-таки производственную культуру нужно поднимать без производственной культуры, там сразу прийти с моделью. Ну, вас этим люди на земле не поймут просто. Вот, спасибо. Петр Юрьевич, спасибо большое за ваш доклад. И сиди за эмоциональность, просто я сегодня так наслушался, а передо мной сидят люди из Лабытнанги, понимаете, я прям их вижу, вот я их знаю где-то. И диссонанс большой, поэтому прошу прощения за эмоциональность еще раз. Это, наоборот, добавляет эмоций, добавляет интерактива с публикой. Наверное, у Василия Валерьевича на стройплощадке просто есть ограничения в виде 48-го ВСП, который декларирует, что ему нужно каждую бумажку со штампом принести в производство работ, поэтому у него нет ноутбука, да? Вы донесли главную ценность – это преемственность данных информации, которая есть. Она важна в рамках любого процесса. Естественно, если где-то идет сбой, то дальнейшие все эти движения, которые будут сделаны в рамках довольного процесса, они уже не нужны. Рассмотрим идеальную ситуацию, что нам пришли идеальные данные, что мы их проверили, автоматизировали, убедились, что нет коллизии, убедились, что вся информация заполнена. Какими инструментами будем пользоваться? Я думаю, с нами сегодня поделится Захарова Юлия Анатольевна, расскажет нам про валидацию информационных моделей и про тот опыт, который есть у них. Компания Ascon. Всем добрый день. Тема моего доклада – это взаимодействие участников строительного процесса в среде общих данных Pilot Beam. Pilot Beam – это продукт компании Ascon, которая разрабатывает уже более 30 лет инженерное программное обеспечение для машиностроения и строительства. Если говорить про Pilot Beam, то при разработке этого продукта Ascon ставил перед собой следующие задачи. Во-первых, это навести порядок в данных по проекту, то есть чтобы у каждой строительной организации, проектной организации все данные по проекту, они хранились структурированно в каком-то едином информационном пространстве, а не на разных локальных компьютерах разных специалистов, не во вложениях в почте, не в мессенджерах, а именно в едином информационном пространстве. Во-вторых, это использование универсальных форматов, которые могли бы помочь участникам строительного процесса обмениваться друг с другом данными, при этом чтобы они не переживали о том, что данные где-то не откроются, что информация будет искажаться при обмене документацией. И в-третьих, это обеспечение участников строительного процесса инструментами для коллективной работы, то есть чтобы они могли коммуницировать, общаться по проектным решениям, согласовывать документацию и обмениваться друг с другом информационными моделями. И все эти задачи решает линейка решений Pilot. Поговорим наиболее подробно о самой старшей, наиболее полной, полноценной редакции, это Pilot Beam, которая включает в себя весь функционал двух предыдущих редакций. Pilot Beam это в первую очередь единое информационное пространство, и его единство, этого пространства обеспечивается вот следующей архитектурой хранения данных. Есть единый сервер, на котором есть база данных, в этой базе данных хранятся абсолютно все данные по проекту, которые есть, все наработки, корпоративные информации, исходные файлы. А отдельные специалисты, проектировщики, они уже обращаются к этому серверу, то есть их локальные компьютеры, они являются как бы окошками в эту базу данных. И изменения, которые они производят с этой документацией, свои наработки, они сохраняют тоже на сервере. И таким образом обеспечивается то, что другой проектировщик, другой специалист, заказчик или подрядчик, он когда зайдет на этот сервер, обратится к нужным ему данным, он увидит именно самые последние актуальные наработки. То же касается консолидированной модели, она тоже находится здесь, в среде общих данных, наряду с вот здесь на скриншоте архитектурные решения, с ПЗУ. И таким образом консолидированная модель, которая собрана из разных частей, из разных дисциплин, она находится не только в распоряжении BIM-координатора, который может эту модель собирать, но и в распоряжении каждого участника, который имеет доступ к этой модели. Это возможно у нас благодаря прекрасному универсальному формату AFC, который доставляет информацию из инструмента разработки в Pilot BIM. Pilot BIM уже из этого AFC-файла берет информацию и собирает консолидированную BIM-модель. Здесь важно сказать, что с одной стороны это, конечно, хорошо, когда у всех участников есть целая полностью модель, а с другой стороны это может вылиться в такой минус, что если есть какая-то прям огромная модель, но я как проектировщик, например, работаю с определенным оборудованием, то загружать полностью всю модель на мою 3D-сцену будет не совсем рационально, не совсем рационально это будет использовать ресурсы моего компьютера, поэтому есть возможность выгружать только отдельные части модели, а к остальным обращаться в тот момент, когда мне нужно будет что-то о них узнать. Что касается 2D-документов, то это любые редактируемые форматы, и когда уже доходит дело до коллективной работы, то есть когда я закончила работу с чертежом, мне нужно его отправить коллеге или заказчику, с кем-то его согласовать, то здесь на помощь приходят форматы фиксированной разметки, это XPS, PDF, JPEG и другие форматы, то есть те форматы, которые выполняют функцию корректной передачи данных от меня тому, кому я хочу их передать. Чтобы я не переживала, что, например, я отправлю чертеж, а у кого-то не загрузятся чертежи или не откроется этот чертеж. XPS и XPS выделены жирным шрифтом, потому что в Pilot они приоритетно использовать их, потому что здесь у нас есть для них инструментарий для работы с этими форматами, то есть можно замечания оставлять и вести при этом параллельную работу с документами, то есть несколько специалистов могут одновременно с этим документом работать, согласовывать и так далее. Все данные поместили в единую среду, теперь можно начинать с ними коллективную работу, и перед этим, конечно, нужно распределить права доступа, то есть кому-то дать только на просмотр, кому-то на просмотр и редактирование, можно ограничить срок действия этих прав доступа, и затем можно приступать к коллективной работе. Если говорить о модели, то это визуальная экспертиза модели, когда мы можем использовать плоскости сечения, инструменты измерения, чтобы измерять конструктивные элементы отдельные на модели, сохранять это все в точке взгляда, чтобы потом быстро перемещаться в нужный контекст и уже из него продолжать работу. Также это автоматические проверки, которые очень гибко настраиваются, то есть можно задавать системе правила проверки, какую часть модели, с какой частью модели нужно проверять, в результате чего получаем список пересечений, можем их просматривать, видеть на модели конкретно тело пересечения, которое красным контуром подсвечивается, и затем работать с этим списком, составлять, например, отчеты, вот как здесь матрица коллизий приведена. Также подключать можно к обсуждению других участников процесса, это выдавать замечания на модель, на чертеж. В замечании можно прописывать всю нужную информацию, указывать исполнителя, которому придет уведомление о том, что ему выдано это замечание, и потом ввести переписку в контексте этого конкретного замечания. В процессе работы с данными они версионируются, все версии сохраняются, по ним можно переключаться и сравнивать их между собой, то есть на модели при сравнении версии учитывается изменение как геометрии, так и атрибутов, и в 2D-документах учитывается геометрия и текст. Конечно, если я работаю в рамках одного документа, одного файла или раздела, как исполнитель, я могу иметь представление о том, на какой стадии он находится, но если я какое-то контролирующее лицо, я задаюсь вопросами о том, что в целом происходит с проектом. Я должна следить за многими данными в рамках этого проекта, и для того, чтобы отвечать себе на эти вопросы, я использую функционал заданий. Это либо простые задачи, либо многоэтапные процессы, которые можно сохранять также в шаблоны, и потом очень быстро запускать. Этапы при этом автоматически, этапы запущенного процесса сложного, автоматически друг друга сами сменяют, и я могу только в журнале заданий вот таком наблюдать за статусами, за сроками. Вот, например, красным выделены сроки, которые уже подгорают, и на которые нужно обратить внимание. И таким образом контролирую от выполнения отдельных процессов. Ну а как исполнитель, конечно, могу использовать журнал заданий, чтобы просто оптимизировать свой рабочий день и приоритизировать какие-то задачи. Также могу подписаться на изменения каких-то отдельных файлов, чтобы быть в курсе актуального состояния этих файлов. Если мы говорим о взаимодействии, важно сказать про переписку. В пайлот она есть как в привязке к отдельному файлу, заданию, так и без привязки к какому-то элементу, просто по отдельному вопросу. Недавно вот у нас появились голосовые сообщения, теперь можно записывать. Также могу строить отчеты по любым срезам информации, по исполнительской дисциплине или по проектной какой-то информации. И в конце, конечно, документы нужно согласовывать, поэтому для этой задачи пайлот БИМ поддерживает электронные подписи, как усиленные квалифицированные, так и неквалифицированные. И в конечном счете мне нужно обмениваться документацией с заказчиками, подрядчиками. Это я могу делать в бумажном виде или в электронном. И если это бумажный вид, то я могу сразу целый проект отправить на пакетную печать. И система автоматически раскидает разные листы разных форматов по нужным принтерам, заранее заданными настройками. Если говорить об этапе строительства и эксплуатации, то здесь приходит на помощь функционал пайлот БИМ камера, когда мы делаем фотографии на объекте с помощью специального приложения, и потом эти фотографии привязываются к определенной точке 3D-пространства модели, и поэтому я не бываю ни разу на строительной площадке или на эксплуатирующемся уже объекте. Но если у меня есть доступ к модели, я могу просмотреть, что происходит в реальности и как это было заложено при проектировании модели. Из этой же серии облака точек, когда я могу модель сравнить в окружающей местности, в городском ландшафте, как она будет выглядеть. Обобщая, хочу сказать, что среда общих данных пайлот БИМ, она не только объединяет данными, но объединяет всех участников строительства и позволяет выстраивать коллективную работу с ними и управлять этой коллективной работой. Подробнее можно прочитать в каталоге по этому QR-коду, или можете подойти на стенд, который находится вот прямо совсем рядом, вон там, где Ренга, там и мы за стеночкой, вот, и поговорить еще о чем-нибудь. Следующая тема. Расскажу коротко про пайлот клауд. Она не имеет прямого отношения именно к коммуникации, к взаимодействию, но имеет прямое отношение к цифровизации строительных процессов. Пайлот клауд — это облачная платформа для создания собственных БИМ-решений. По сути, это аналог Autodesk Forge. Знаете про Autodesk Forge? Поднимите руки, кто знает. Нет? В общем, это платформа, которая позволяет разработать самостоятельные расширения и потом использовать их в процессах информационного моделирования. Вот. И хорошая новость еще и в том, что API Pilot Cloud максимально сопоставима с API Autodesk Forge. То есть, простыми словами, Pilot Cloud мы сделали максимально дружественным к Forge расширениям, чтобы можно было их мигрировать с Forge на платформу Pilot Cloud и продолжать использовать в своих строительных проектах. Сейчас он находится еще в разработке, но мы уже предоставляем Pilot Cloud для практического ознакомления и сбора обратной связи. Поэтому, если вдруг о миграции решений с Forge на какой-то российский аналог задумывались, то вот предлагаю посмотреть, обратить внимание на Pilot Cloud. Чуть более к практическому вопросу коснемся. Если отвечать на вопрос, для кого решение Pilot, то ответ вот, и для гражданского, и для промышленного строительства. Примеры нескольких заказчиков, которые используют системы Pilot. И по конкретным примерам, один из них это Центральный проектно-технологический институт, который собирал ускоритель частиц в Pilot Beam. Характеристики видите на слайде. Вот так он примерно выглядел в Pilot Beam, собранная консолидированная модель, и над ней вот велась совместная коллективная работа. Еще один проект этого же заказчика – это модернизация теплоэлектростанции в Северске. Здесь же, в этом же проекте, коллеги из этого института, из файла IFC, вытаскивали каким-то образом информацию и формировали на основе этой информации ведомости и спецификации. И еще один пример – некоммерческий образовательный проект курса Beam Management. Организаторов видите на слайде. Участники этого курса обучались различным дисциплинам по технологии информационного моделирования. В системе Pilot Beam велась коллективная работа. Внутри каждой команды собирались данные, выстраивались задания, процессы. И каждая команда также разрабатывала цифровой макет зданий и сооружений либо Нижнего Новгорода, либо Екатеринбурга. Всего было разработано около 500 цифровых макетов. Ну, они работали в разных инструментах разработки, разрабатывали. А потом в Pilot Beam это все загружали. И в конце этого курса, который длился, по-моему, около полугода, собрали цифровой макет Нижнего Новгорода. Ну, и на основе этого проекта можно сделать вывод о том, что Pilot Beam такие масштабные проекты полностью вывозит и подходит для них. На этом у нас все. У меня все. Можете задавать вопросы, подходить на стенд. Спасибо. Вопросы будут какие-то? Ну, тогда у меня бы, наверное, будут вопросы. Тот же самый вопрос, что был к первому спикеру. Я увидел у вас маркапы непосредственно к плоской документации. Есть ли какие-то маркапы, привязанные к трехмерным данным, раз у вас такая система, как проектировщик, собственно, получит обратную связь, куда ему именно посмотреть. Он будет это также сверять на втором мониторе с ведомости, с замечаний, или у него будет какой-то свитчбэк обратно в его среду разработки, где он может это поправить, либо увидеть привязки по гуидам, по еще каким-то уникальным цифрам. Вы говорите о модели, то есть когда идет работа над моделью, нужно откорректировать именно модель, указать на конкретное место на модели, да? Нет, в рамках вашей системы, если приходят какие-то замечания к документации, приходят замечания к модели, привязка этих замечаний к конкретному месту в среде разработки, как она передается проектировщику, чтобы упростить его задачу. В противном случае мы получаем плоский отчет, на основании которого потом уже в среде разработки разбираемся, где как. Он получает уведомление, по нему переходит к замечанию, и замечание уже привязано к конкретному месту. И в рамках этого замечания, инициатор этого замечания дает комментарий, что именно нужно исправить, что именно здесь нужно уточнить. вот также привязывается к либо конкретному месту на чертеже спасибо то есть это все внутри вашей среды на базе xps кит в среду разработки замечания обратно не попадут на текущий момент замечания тут же и содержится в этой же среде разработки можно делать отчет например с выгрузкой всех замечаний чтобы просто общим взглядом окинуть какие есть замечания например к одному чертежу хорошо спасибо еще будут вопросы xps к у вас хранится вместе с 3d моделью плоская они связаны между собой то есть я получаю кликая на элемент на полском чертеже получаем информацию в 3d или между между 2d документами и бим модель его связи автоматически не появляются можно устанавливать только вручную дополнительно вот то есть например оборудование связать с паспортом оборудования или там где выбрать какой-то уровень в дереве объектов и этот уровень связать с планом вот вручную вот то есть но модель хранится в структуре проекта но автоматической связи между именно объектами и 2d документами нет ну ты просто экспресс позволяет в плоскости хранить как бы как объекты то есть мы можем экспресс что у нас то плоский объект а нет в экспрессе объекты нет экспресс это там просто чертеж но там спасибо спасибо большое благодарность киру замечательный доклад заключительный доклад нашей секции на сегодня посмотрим как внедряется информационное моделирование бизнес аналитика и управление предприятием именно в рамках внедрения строительстве пожалуйста женила роман александрович вам словом 1 раз отлично мое выступление очень сильно пересекается вступление петра просто один в один у него концепция а мы я прошу прощения петр опустились на землю и начинаем рыть тоже должно работать кратко я представляю подразделение этим центра это холдинг первостроитель и исходя то что мы являемся встроенной структурой уже в рабочий процесс рабочую стройку у нас есть ряд особенностей первая особенность это его задачи причем подчеркиваю у нас нет времени на детальную проработку прошу прощения там разработку кс и формирование большой общей модели строительного процесса заказчик требует жестко мне нужен ксп завтра со всеми объемами ворами и т.д. и т.д. и в итоге ну больше чем за три года до 3-4 года тем центр взял он себя блок задач следующего формата первые три как вы понимаете это классический бим мы внедрили бим а р к же в один в два соответственно так как мы разрабатывали дальше на нем на нас и висит поддержка и естественно верификация аудит моделей мы являемся той прослойкой между проектным институтом и заказчиком модели правило это генподрядчик службы заказчика который как раз говорит до модели соответствует чертежам или наоборот ее можно дальше использовать и второй блок вторая группа моих коллег это как раз процессы оптимизация их автоматизация пятый блок начиная ну как вариант оформирования процессов договора генподряды заканчивая процессом передачи объекта в эксплуатацию либо там контролем оплаты по дебюторке от клиента конечно который берет объект недвижимость и собственность это блок задачи исходя из них формирована вот такая примерная карта программных продуктов которые мы работаем подчеркиваю еще раз работаем сразу с колес поэтому мы стараемся выбирать наиболее быстрое наиболее оптимальное по затратам не говорю дешевое но эффективные затраты результат то или иное решение потом его между между собой состыковываем начиная от учебной платформы так как у нас поддержка мы учим приходящих людей работать по технологии и заканчивая 1с ERP в скобках УСО управление строительной организацией весь этот набор показывает нашу квалификацию чем мы занимаемся и подчеркиваю еще раз это рабочие предприятия соответственно если мы что-то внедряем сами ручками проходим все этапы сегодня мы будем говорить о верхнем уровне ERP и BI плюс BIM как раз к теме нашей встречи перескочил ERP Петр очень верно сказал и честно говоря у нас в двух группах которая занимается BIM и которая занимается автоматизацией процессов всегда было ощущение там BIM это прошу прощения коллега это космос какие-то модели какие-то чертежи а в итоге когда доходишь до конкретного прораба линейчика да как это все превращается куда когда у меня не структурирована поток информации я не говорю про автоматизацию элементов модели да какую-то атрибутику а вот банально как проходит КСК от согласования подтверждения и утверждения по процессу или как у меня формируется заявка на поставку материалов соответственно это все неживое да BIM красив но по нашей оценке его эффективность в этапе проекта института она не такая высокая деньги зарыты в стройке и вот когда мы эту модель передаем уже службу заказчика сметчика линии вот тогда начинается отбивка денег вот тогда начинает экономить сроки экономить ну снижая сроки экономить деньги там деньги соответственно когда определились дальнейшим циклом жизни модели BIM а мы начинали с BIM да вседрение этой методологии было принято решение создание единой системы на основании которой мы выстраиваем процессы выстраиваем методики учета передачи информации взаимодействия и так далее и пришли в итоге к 1СУСО цель как у любого проекта четко зафиксирована это снижение определенных затрат и снижение сроков на реализацию проекта ну точнее отклонение затрат и отклонение сроков потому же все-таки эта стройка это все-таки каждый раз некая индивидуальность некий проект задачи проекта стандартная регламентация разработка правил учета внедрение 1СУСО и четвертым пунктом это крупненные задачи четвертым пунктом как раз синхронизация с 1СУСО когда опять же на заре мы создавали отдел и уже пошли первые этапы именно BIM моделирования да мы получали модель выгрузки спецификации воры тогда уже начинали рыть копытом а давайте мы сейчас сразу в 1СУСО или куда-нибудь эти данные будем перекатывать будем с ними работать и будет счастье но опять же как было перед моим выступлением а какова каков сценарий работа с этими данными но выгружая полностью да не знаю всю атрибутику все материалы все виды работ в 1СУСО или какую-нибудь другую информационную систему сценарий для чего что с этим делать Василий Василий у нас ушел у него был хороший вопрос а для чего какова польза и соответственно пока мы не дошли до практического использования данных в УСО в 1С заводя их ручками первоначально отрабатывая методологию о какой-либо выгрузке говорить бессмысленно о проекте можно говорить многое Петр развернулся так основные этапы проговорил но я коснусь подводных камней практически которые мы столкнулись классика отсутствие единой схемы взаимодействия регламентированных процедур это на каждом предприятии и за мой более 20-летний опыт работы в подобных вещах это классика подводных камней договориться кто как кому передают информацию и самое забавное а как эта информация обрабатывается по каким методикам она используется это большой адовый труд а отсюда соответственно различные требования к учету может нет я думаю у вас тоже самое кто работают стройки да у нас есть у всех календарные планы ну календарный сетевой план проекта но парадокс что у каждого подразделения он свой единая схема которая все это объединяет у нас у нас я говорю про всю отрасль коллеги без обиды такого четкого нет потому что даже вопрос структурирования как построен sdr структура работа разная методика отсюда опять же различные структуры учета работы субподрядчика сметов субподрядчика на 20 позиций по одному объему да а у застройщика на 5 или наоборот на 25 и сыграть какая работа как закрывается это тоже определенные трудозатраты сметного отдела еще одним подводным камнем который с одной стороны был минусом в итоге стал плюсом этого то что 1с усома ерпи предназначена для именно строительных предприятий полного цикла очень жесткий процесс документа оборота ну грубо говоря нельзя учесть кс-ку субподрядчика если перед этим не пошла и верификация доп соглашения до формирования согласования бюджета движения денег по этому допику если ты все процедуры не пошли в учете соответственно я кс-ку даже если на бумаге подписал я не смогу его честь системе сначала кряхнули извините за сленда это тяжело это требует определенный порядок но в результате начинается наведение элементарного порядка помните дачу где деньги зарыты есть план и потом пошел факт отслеживания это подводные камни основы ну последний подводный камень отсутствие ресурсов айти я думаю с этим все знакомы опять же мы из него сделали плюс а мы нарастили свои компетенции и искру что мы там профи-профи да но как с этим работать уже эта компетенция у нас внутри предприятия то есть внедрение исключение в локальных блоках автоматизации мы делаем собственными силами как эти подводные камни обходить это отдельная большая песня может книжку написать в уарах может опять же обсудить но я бы выделил две большие рекомендации внедрения первое они опять же касаются и любого автомате процесса автоматизации любого бизнеса опять же петр это может повторить подтвердить точнее но первый блок это решение комплексно-контрольного примера а прежде чем мы начнем где-то внедрять большая рекомендация на типовой системе с типовыми и пусть даже не синхронизированными с бимищами еще но мы занесли их и прокатали весь процесс учета от подчеркивает там создание договора и заканчивая актом передачи учетом заработной платы или там учетом затрат на палубку да как она должна лечь у меня между объектами когда мы это решаем тем на режиме нам на нас на это ушел месяц потому что там идет согласование методик мы получаем три результата формализация границы учет доработки если они возникают четкие требования и самое главное методология учета как с какой аналитика какая глубина видов работ какие должны быть единицы измерения и в том числе будущий сценарий использования косы если они у нас возникают второй блок разбивка проект на отдельные автономные блоки из практики проекты тогда когда мы полностью описываем всю карту маршрута опять же чем показывал пётр и потом это со внедряем год-два а бизнес не стоит а напоминаем и подразделение в рабочем бизнесе поэтому мы проект разбиваем на куски с локальным запуском отработали схему снабжения да у нас нет примеру пока исходя из графика строительства плана снабжения тмц но факт я могу уже учитывать начиная заявок я это запустил отработали схему календарного планирования учета фактов подрядчика запустили и так по блокам начинается работа то бишь не ждем большую зеленую кнопку начинаем запускать запускать поэтапно уже получая определенные успехи определенные результаты а результатом здесь будет являться отчетность да для принятия решения про большую базовую типа там баланс или финансовый результат по проекту это там само собой в рамках опять же нашего выступления моего выступления не стоит вопрос о полной концепции как это работает в усо опять же не реклама этого программного продукта то тоже свадима рой есть я хочу вот хотел обратить внимание на левый край формирование бим модели потом пошелся цепочка из бима это мы так хотели из бима мы получаем данные для контрольной точки из бима мы получаем планируемую физику а в итоге правый край до анализ план факта без анализа план факта ничего работать не будет вот в анализе принятие управленческого решения зарыты деньги хороший слайд 10 процентов ретабельности все остальное замечательно это когда у меня каждый рукой ты на своем уровне от снабжения линии сменщиков руководитель договорного отдела получает данные системы принимает решение и тогда возникает эффект по материалам и так далее и так далее всегда есть одна прослойка человек между компьютером и управленческим решением гордость это реальная гордость проект начался в том году в конце того года я в рамках соответственно конфиденциальности не вытаскиваю скрины живых отчетов по финансам но мы внедрили снабжение с огрехами мы внедрили ключевое в стройке это ксп календарное сетевое планирование мы наконец-то добились что у нас есть единая структура плана на всех разделах проектировать план о подготовке проекта то что делает инвестпроект это другая песня это другой план но он тоже здесь частично интегрируется здесь мы работаем в другом программном продукте а у нас соответственно появились планы единая структура для всего объекта у нас появились в двухнедельном максимум месячном режиме это оперативная отчетность о физике состояние на каком этапе до внутренняя приемка внешняя приемка приемка субподрядчика и так далее я опять же пока раз показывал только физически это живые отчеты но естественно у нас появились нормальные оперативные отчеты тут месячная оперативность это о работе субподрядчика план факт отклонения физика деньги затраты и вот тут мы подходим к ключевой мысли эволюции анализа данных повестка это сегодняшняя BIM BI ERP где BIM когда мы только реализуем два блока которые по центру BI и OSO ERP я могу потом говорить о каком-то сводном анализе выгрузки данных их агрегирование обработки получения некой красивой картинке нам очень часто показывали я не помню какой-то программный продукт когда-то красиво строится домик виртуально да исходя из графика проекта красота но это не видите только наверное для главного главного заказчика инвестора нам такого ну пока наверное не надо а вот насколько мы отклоняемся от данных по BIM я заложено было 250 условно кубов да на тот объем работ а почему-то через все допики у нас появилось 270 и соответственно откуда отклонения это нам нужно разобраться так вот пока мы не сделаем центральные BI и OSO ERP сводный анализ невозможен космос землей не будет соединен повторяя мысль Петра сначала первый уровень автоматизации в том числе с бухгалтерским учетом про это тоже можно долго говорить а потом меня уже сочетается это с внедрением BIM такового что такое BI в нашем понимании опять же напоминаем мы берем максимально эффективные решения то без минимального затрат максимальный результат пока шел проект внедрения ERP в том числе у нас отрабатывалась система сбора данных или там сформирование некой единой базы по модели метабейс BI собирает данные из Revit ArchiCAD складывает в определенную базу по заложенным алгоритмам происходит та же самая категирование этой базы их присваиваются дополнительные атрибуты по прямому назначению или косвенному анализу в итоге мы получаем данные в одном месте по объему материалам типам элементов в том числе сколько раз пользователи работали в системе какие были результаты аудита массив из этого массива опять же это отдельно возможен разговор в кулуарах или отдельное обсуждение мы мы выдаем воры тэпы сравнение версии отклонения почему что произошло то бишь то что уже переходит непосредственно к заказчику заказчик сменщик служба заказчика линейщики генподрядчика не работают с Revit ArchiCAD и не работают с каким-либо другим там инжиниринговым программным продуктом через веб-морду веб-портал по настроенной форме мы получаем выгрузки по мере прохождения этапности или жизненного цикла модели да есть первая версия примеру КЖ получили выгрузку зафиксировали статус или версию я могу уже еще до сдачи раздела комплекта уже службы заказчика я могу уже анализировать информацию ключевое мы научились собирать данные из BIM обрабатывать по необходимым нам требованиям в том формате стоит атрибутика который нам опять же необходимо и и вот когда у нас появился BIM BI назовем его так когда у нас отработано сценарии работы ERP вот тогда мы переходим на синхронизацию BIM и USAM напоминаю три года назад давайте будем выгружать и передавать все это строительство подчеркиваю еще раз научиться работать с данными научиться отрабатывать как данные должны уже в предметной области в стройке обрабатываться и работа что синхронизируется понятно что физические данные объекта в левом дойдем дальше результат синхронизации опять же мы стараемся не выдумывать паровоз или велосипед ищем на рынке серийные предложения потом адаптируем под себя как правило то что говорится о выгрузках из BIM в 1С какое-либо решение это почему-то всегда спецификации либо сметы все особенность нашего бизнеса нам нужно сразу получать выгрузку структуры декомпозированных работ календарности в плане проекта называемый сценарий соответственно результат синхронизации мы перепрыгиваем сметы потому что есть много вещей из смет которые мы выкидываем в учете да и сразу создаем сценарий вторая особенность то есть не смета вторая особенность опять же как правило предлагают данные брать из BIMA Revit и ArchiCAD через AFC не суть и запуливать в 1С мы пошли изначально по пути что мы берем из BI некой промежуточной точки зачем мы на промежуточной точке делаем верификацию проверку и так далее да выстраиваем свою структуру данных ее обработанную по определенным алгоритмам потом запуливаем в 1С алгоритм описан соответственно как пример вот часть алгоритма в таблице в правом нижнем углу это в том числе те пресловутые шаблоны которые нам необходимо получить две минуты да и в итоге еще важно учитывать версионность данная методика как мы говорим на спичках отработана то бишь руками заносилась проверялась выгрузки загрузки и на текущем этапе у нас с нашим партнером компания Ericos происходит уже настройка кода там тем что в концу в начало концу этого года начало следующего у меня данный алгоритм перешел продуктив и тогда мы будем готовы обмениваться опытом а как оно физически реально работает резюме повторюсь за петром повторюсь опять же это у нас очень идет рефреном сначала основные процессы основной учет параллельно можем устраивать бим но эффект когда это все дошло до точки соединения просто разработка бима на для строительного строительной компании это ну наверное некая эффективность скорость при разработке документации а экономический эффект когда это все переходит стройку спасибо за время спасибо будут вопросы видимо уже все встали на благодарю вас за доклад крайне полезно ждем первого ревью по вашим продуктовой теме первых кейсов возможно на следующей секции на следующем форме возможно отдельно как-то удастся повзаимодействовать со своей страны есть да поросла да хотел про про базовую автоматизацию сказать что по нашему опыту пилотный проект имея вот просто базовой автоматизации у нас занимает пять дней то есть если вы зовете то есть мы садимся рядом с исполнителями и проходим с ним весь это сквозной процесс чтобы они увидели вот я согласен что надо сразу показывать и поэтому мы приезжаем садимся рядом да и в пыли в турции и нас через две недели в лабытнангах минус 20 садимся и проходим с ними путь они видят как это сквозно это очень просто сквозные процесса небольшие поэтому просьба пробуйте ошибайтесь ищите и развивайте спасибо спасибо за комментарий не ошибается тот кто не работает хочу поблагодарить зрителей спикеров за участие в вечерней секции хорошего вечера отличного настроения всего доброго а Спасибо за просмотр!